Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о фестивале «Лето в Москве. Все на улицу». У нас в студии руководитель клубного формирования ГБУ «Соразвитие» Ирина Завялик, коллекционер и участница фестиваля Людмила Нинашева и народная артистка России Елена Цыплакова. Елена, Людмила, Ирина, добрый день. Добрый день, да. Елена, вы уже давно в Москве живёте. 48 лет. Когда-нибудь видели вы такую красоту, которую мы сейчас в сюжете наблюдали? Вы знаете, я пока училась, много где снимала. Комнаты, квартиры. В общем, я по Москве пожила. Я могу сказать, конечно, Москва очень изменилась. Очень много красивых мест, потрясающие какие-то клумбы. Я вообще живу очень в хорошем районе, Выхино. Он очень зелёный. Там огромные деревья между домами. И всё это сейчас такое свежее, красивое. Вот. У нас за домом сделали потрясающую аллею. Там красивые фонарики. Мне очень нравится. И парк у нас рядом тоже. Отлично. Я очень люблю свой район. Как вы узнали о фестивале лета в Москве? Мне когда сказали, я так удивилась. И думаю, как здорово. Как здорово, что столько всего интересного происходит в городе. Вот. И самой даже было бы интересно тоже где-то побывать. Но вот как получится. Ирина Васильевна, а вы согласны с Леной, что изменилась Москва за последние годы? Вы знаете, вот этот фестиваль, я вам хочу сказать, мы начали первого числа работать. И сначала все были недоумения. Вот люди ходили и смотрели такими большими глазами. Дети бегали. Там интересно. Там мастер-классы. Там кто-то волейбол играет. Там баскетбол. И сначала были с родителями. А потом мы уже вот в парке, когда работали, уже приходят без родителей. Уже родители отпускают. Это в шаговой доступности. Вот это ценно. Людмила, а у вас как-то связано ведь с этим фестивалем? Да, я принимаю участие как член Союза коллекционеров России. И сейчас вот мы находимся на чистом бульваре. Там такие приятные домики. Прямо очень приятная атмосфера. Шале такие, витые цветами. Очень много людей разных возрастов. И у нас вот буквально нет времени даже передохнуть, потому что спрашивают, интересуются. И у нас уже наше представительство превратилось просто в какие-то семинары, мастер-классы спонтанные. Потому что люди интересуются. А представлено всего очень много. У нас коллекционеры совершенно разных направлений. Не только украшения, но прекрасные предметы и фарфор, и дулёвок, жель. У вас винтажные украшения. Да. Это ваша специализация. Да. Лена, оценили вы? Очень красиво. Я вообще очень люблю полудрагоценные камни. И мне нравятся украшения. Я обязательно приду на выставку. Да, мы вас всех очень будем ждать. Нам есть что рассказать и показать. Что касается моей коллекции, у меня самые разные винтажные украшения. Но вот изюминка и такие вот основные, которые я вот здесь несколько экземпляров привезла, это украшения, которые связаны с мировым кинематографом. Ваша тема. Да. И в частности, вот такой был знаменитый дизайнер Джозеф, который делал украшения для «Унесённое ветром» 50-е и 60-е годы. Вот это вот прям такой пик был, рассвет всего этого направления. И вот я стала заниматься, и там такие пласты открылись. Столько всего интересного. Различные дизайнеры, различные марки. Это всё, естественно, связано с историческим ходом событий. Почему именно так произошло? Вы сами это делаете? Нет, это винтажные. Они все с клеймами. Там должно стоять клеймо, по которому вы можете определить период тот или иной. А я думала, что вы ещё и делаете сами. Я так понимаю, что, Ирина, что вы делаете, да? Я, знаете, начинала с малого, просто мне нравилось это, а потом всё переросло в хобби. Да, то есть вы не коллекционируете, вы делаете. Получается, у меня три дочери, поэтому, вы сами понимаете, девочки поносили и отдали. И так у меня скопилось много очень всяких платочков, шарфиков. И даже есть винтажный, вот у меня есть такой платок, которому 80 лет. Это ещё у моей бабушки. То есть тоже коллекционная вещь? Да, это кисельный платок. Ещё есть газовые платочки. Это же пик моды 60-70-х. В каждом доме были такие платочки, понимаете? А сейчас на них опять мода. Платки-то вы коллекционируете, да, получается? Нет, я не коллекционирую. Вот мне просто сами люди приходят, когда на мастер-класс, и говорят, ой-ой-ой, у моей мамы был такой платочек. А хотите, я вам принесу? Пожалуйста. Здорово. И у меня уже, знаете, это получается, да. Это получается, у меня только третья часть. А мастер-класс в чём состоит? А мастер-класс, ну, вы знаете, висит в шкафу платье старое. И вот его крутят, вертят, куда его деть, да. А потом вдруг купил шарфик и оживил, как-то его завязал и уже украсил. И у вас уже это платье заиграло. Так в чём ваш мастер-класс заключается? Ну, во-первых, я рассказываю об истории. Платков. Платка, шали. Вот когда к нам в Россию это пришло. Обычай, традиции. Затем палантин, который к нам только в 18 веке пришёл. Косынки. Почему косынки у нас не прижились? Ну, вот, в общем, такие разные вещи, разные истории. Вот, как вы говорите про украшения, то же самое историю имеет и платок, и другой аксессуар. Ещё некоторые приходят со своим платочком или шарфиком и говорят, завяжите мне, чтобы я так пошла. Вот из того, что у вас сейчас есть, вы что-нибудь могли бы, допустим, для Елены, вот, для её платья подобрать? Да. Ну, вот смотрите, поскольку светлое платье, вот такое красивое, хотя оно украшено кружевом, но, если мы накинем платочек, вот так, смотрите, совсем по-другому уже смотрится наряд, правда? Да. Вот, есть такие вещи, есть такие платки, которым не надо ничего завязывать, ничего-то придумывать. Вот, его просто-напросто можно просто накинуть, ну, вот хотя бы Павло-Пасадский платок. Это тоже, как бы, интересно. А мне вот этот нравится. Интересно. Вам нравится? Да, сейчас, кстати, сказать, что это такие шарфики узкие, они были модны где-то в 2006 году. Сейчас мода на них возвращается. Что им делать? Действительно, можно сделать интересную вещь, подождите, так, два конца мы соединяем, потом возвращаем, вот, и можно сделать таким образом. Вот завязать, смотрите, два конца, один конец продеть в петельку и потом объединить их. И у вас получится вот такой интересный, вот, расправили, смотрите, вот такой интересный мотив. Спасибо вам, действительно, очень идет, и фактически сейчас вот вы показали мастер-класс. А вы где находитесь? Мы находимся в Северном округе на улице Дубнинская, 39. Это клубное формирование, там у нас очень интересно. Да, мы вас ждем, обязательно. У нас очень красивый район, приезжайте, у нас очень зелено. Лена, а вот на какой-нибудь мастер-класс вы хотели бы попасть? Ну, я слышала о том, что существует гимнастика Стрельниковой, какие-то такие вещи для здоровья тоже, это тоже важно. Кстати, насчет этой самой гимнастики Стрельниковой, у нас есть рояль в кустах заготовлен. Мы сейчас пригласим Раду Рахманову, который просто гуру, Рада, пожалуйста. О-о-о, замечательно. И который в рамках вот этого фестиваля как раз и проводит вот эти мастер-классы. Присоединяйтесь. Добрый день. Я бы хотела вам продемонстрировать эту великолепную технику. Она очень простая, вы сразу ее уловите. И я прошу всех зрителей тоже присоединиться. И форма одежды здесь абсолютно любая. Главное, чтобы вам было комфортно и уютно в ней. И этим тоже хороша практика. У нее абсолютно нет противопоказаний, ну кроме критических состояний, о которых мы не говорим. То есть эта техника, внимание, помогает даже при высоком давлении. Астматиком можно заниматься? Астматиком уже есть очень много случаев полного исцеления от астмы. Очень помогает при выздоровлении от вирусных, респираторных заболеваний. Бронхолегочные пути очищаются однозначно от вирусов. Но я лично просто в течение дня при помощи дыхания Стрельникова исцеляюсь. Поэтому очень-очень рекомендую. Сердечно-сосудистые, нервные заболевания от депрессии помогают. То есть эта техника поднимает настроение за очень короткое время, за 5 минут буквально. Но мы с вами сделаем совсем немного. Просто чтобы почувствовать. Значит, дышим мы носом. И акцент у нас на вдохе. Вдох должен быть резкий, шумный, быстрый. Вот посмотрите, как я это сделаю. Да. Не так часто. Положим руки на диафрагму. Чисто для проверки. И сделаем резкий вдох носиком. И вот. Чувствуете, диафрагма движется. И у нас расширяются ребра. Расширяются. Да, да. Давайте попробуем еще разок. Отлично, отлично. А теперь мы сюда включаем движение. Первое движение ладошки, оно очень простое. Мы на каждый резкий, шумный вдох. Да, обратите внимание, выдох у вас сам собой происходит. На каждый резкий, шумный вдох мы зажимаем ладошки крепко. Тем самым помогая диафрагме двигаться. Приготовились. И начали. И заканчиваем. Немножечко отдыхаем. Тогда нужно вам попробовать выдох делать ртом. Для этого рот держим открытым. На каждый вдох у нас язык поднимается к небу. А на каждый выдох вы его отпускаете. Вот попробуйте еще раз ладошки. И достаточно. Вот вы уловили. Следующее упражнение, которое мы сделаем, называется насос. Исходное положение, мы слегка наклонились, совсем слегка. Плечи кругленькие. И мы на каждый резкий, шумный вдох носиком, вот такой, как я показала, делаем наклон. Тоже резкий, но не глубоко. И начнем. И закончим. Молодцы. Чуть-чуть отдохнем. Поначалу, внимание, могут быть слегка. Глава окружится, сухость сушить может. И поэтому мы даже рекомендуем некоторым сидя делать. Можно сесть на лавочку. Вообще дома даже в кровати полулежа можно делать. Главное делать вот эти движения и правильный вдох. Дышать. Понятно. Спасибо вам, что поучаствовали. Приходите в парке. Рада, а где можно узнать расписание ваших занятий? Все очень просто. Вы заходите на МОС.РУ. Заходите на страничку фестиваля. И можно узнать, где я провожу занятия. Приходите, пожалуйста. У нас замечательные занятия. Хорошо. Спасибо большое. Рада. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Я надеюсь, что у всех настроение поднялось. Давление. Опустилось. Вам тоже огромное всем спасибо. А мы после рекламы продолжим разговор про фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова